Продолжим выпуск. Вместо отдыха на побережье, потраченные нервы и сгоревшие путевки. Десятки семей стали жертвами очередного обмана. Они заплатили столичной турфирме за незабываемые путешествия, но в итоге никуда не полетели. С несостоявшимися туристами встретилась моя коллега Дарья Казак. Столичная турфирма задолжала клиентам около 200 миллионов тенге. Люди рассказывают, что заплатили крупные суммы, но в итоге никуда не полетели. О том, что их обманули, многие узнали за несколько дней до вылета. Туроператор не выходит на связь, а офис закрыт. Нельзя же, люди планировали, с детьми в жанру стоять. Это что такое? Пострадавших уже более 60 человек. Многие семьи покупали туры по принципу раннего бронирования еще в январе. Мы звоним, менеджер отключен, директор трубку не поднял. Три дня мы им так звонили. Потом пришлось приехать. Приехали и достали директора здесь. Один день до отсутствия нам нужно было вылетать. И он нам сообщает днем, что наша путевка аннулирована. Родители Ботагос вместе с друзьями должны были полететь на отдых в Турцию из Уральска. За четыре дня до вылета она также узнала, что их путешествие не состоится. Сообщая сумма составляет 5 миллионов 79 тысяч. Написала заявление о возврате суммы. И все. И с тех пор на связь не выходит директор. Не знаю ни отдыха и ни денег, как говорится. Некоторые туристы являются клиентами этой компании уже не первый год. И такого обмана совсем не ожидали. На деле оказалось, что фирма оказывала свои услуги незаконно. Вот эта компания, они очень дерзко себя вели на рынке. Фактически они поставили себя вне рынка, потому что они занимаются выездным туризмом. И при этом они не состояли в реестре турагент, которые работают на выездный туризм. Казахстанцам настоятельно рекомендуют требовать у операторов туркод, который является гарантией и своеобразной защитой от подобных неприятностей. Как только вы внесли последние деньги, в течение двух-трех дней у вас должен быть на руках туркод. Почему люди так беспечно себя ведут, хотя я не знаю, уже все знают, что есть туркод. Что есть возможность защитить себя на рынке туризма. И почему-то все равно каждый считает, что, видимо, это его не коснется. Между тем пострадавшие написали коллективное заявление в полицию. Там заинтересовались деятельностью недобросовестного туроператора и возбудили уголовное дело.